Как вы думаете, какой из этих двух экземпляров игры Mortal Kombat 2 для Sega 32X не настоящий? Сможете ли вы через экран определить, где лицензия, а где подделка? Всем привет! Недавно я узнал, что создатели реплик зашли в своём мастерстве так далеко, что научились копировать игры даже на Sega 32X, да ещё делать их силдовыми. Вот этот экземпляр я получил запакованно в герметичную плёнку, имитирующую заводскую упаковку. Но для съёмки ролика плёнку пришлось снять. Предлагаю сегодня детально сравнить оригинал и подделку, и сделать вывод о том, насколько этично воспроизводить такие точные копии. Ну а чтобы сделать ролик ещё интереснее, я заказал копию игры Aladdin на Sega Genesis. Обе эти реплики, вот эти две, приехали ко мне из разных магазинов, и в конце ролика я расскажу об их деятельности поподробнее. Ну а сейчас давайте перейдём к сравнению. Итак, друзья, перед вами две копии игры Mortal Kombat 2 для Sega 32X. Справа эта реплика у меня лежит, слева лежит оригинал. На вид, в принципе, ну вот и визуально, если смотреть сразу, ничем особо не отличается. Но если присмотреться чуть более внимательно, я это уже сделал заранее, пытаясь понять, в чём могут быть отличия. Ну, конечно, понятно, что это свежее, он выглядит более ярко, потому что оригинал всё-таки использовался, хранился, и чуть цвета такие немножко подвыгоревшие, плюс есть потертости. На это мы внимания обращать не будем, потому что, ну, понятно, что по этим вещам не отличить оригинал от копии. Вот, будем всё-таки смотреть на те вещи, которые действительно могут нам сказать, что это оригинал, а это копия. Давайте начнём с коробки, с внешнего вида. Вот, смотрите внимательно. Видите, в нижнем углу под логотипом Sega есть указание номера этой игры, патологии Sega. Я посмотрел популярный сайт, на котором находятся сканы различных обложек. Он называется thecoverproject.net. Ссылочка сейчас будет перед вами, и сам сайт будет перед вами. На этом сайте как раз-таки находится скан обложки Mortal Kombat 2.3.2.x без указания этого кода игры. Поэтому, скорее всего, обложка была взята оттуда, и, ну, возможно, невнимательно скопирована. Вот, потому что значок должен быть... Я перебрал, наверное, десяток лотов различных на ebay, и везде указание кода игры на лицевой стороне коробки было. Видно, что здесь совсем другой шрифт. Смотрите, вот на эту часть. Вот видите, каким шрифтом нанесены патенты, и под ним каким шрифтом нанесено, где напечатано. Примерно одним и тем же. Если мы возьмем копию, то видно, что шрифт патентов один, а шрифт, где было издано, совсем другой. Ну и, в принципе, расположение элементов, смотрите, разное. 32 Power, Mech, здесь вообще нет такого на оригинале. Какие еще, смотрите, вещи. Вот 1-2 плеер указано здесь таким образом. Здесь этот значок выглядит вот так. На правом торце, правый торец, вы видите, практически ничем не отличается. Вот здесь все, в принципе, идентично, кроме того, что, опять-таки, код игры у... Это что у нас? Это у нас копия. У копии указан другим шрифтом, не таким, как у оригинала. В принципе, наверное, здесь все. А вот на левом, на левом, отличия более заметны. У меня сверху получается, сверху оригинал. И вот смотрите, у оригинала Acclaim, надпись компании, которая выпускала этот картридж, она выполнена в черном цвете и подписана... Ну, логотип выглядит иначе. У копии логотип выглядит написан белым и без подписи Entertainment Incorporated. Ну и сами видите, вот шрифт Mortal Kombat 2 и 32X надписи сильно различаются по размеру. Характер шрифта, наверное, одинаковый. Сам по себе шрифт одинаковый, но их размер визуально прям отличается. Вот видно, что здесь более убористый такой шрифт, а здесь он более такой размашистый на копии. Соответственно, и в задней части так же. Здесь более размашистый шрифт на задней части коробки копии, и на оригинале он более убористый. Давайте смотреть, что внутри. А, вот эти коробки, вот можно посмотреть, видно, что оригинал, она, не думаю, что пожелтела от времени. Я думаю, что такая она была. Бумага не мелованная, такого темного кремового цвета, а здесь она прям ярко-ярко-белая, мелованная бумага. Вот еще один признак того, что эта коробка не оригинальная. Может какие-то склейки ездить, посмотрим. Так, вот склейку здесь вижу. Да, вот видите, у оригинала склейка. Не уверен, что на всех так оригиналах так. Это на правом торце. Вот, у копии на левом торце эта склейка. Не знаю, сфокусируется. Ну вот, в принципе, думаю, она там видна. Так, убираем верхние коробки. Смотрим, что внутри. Так, картридж тут положили мне упал пакетик. Я еще не распаковывал, поэтому пакетик тут есть. Давайте пока картриджи отложим и оставим их на самое последнее. Смотрим на коробки. Ну вот, видно, что коробки разные по цвету, хотя, возможно, поэтому не стоит ориентироваться, так как коробки могут выгорать. И этот цвет, наверное, не так релевантен при определении этой. Копия это или оригинал. Смотрим. Во-первых, я вижу уже сразу, что здесь неверная регистрационная карточка. Так, достану сейчас отсюда. Смотрите. Копия еще лежала для Sony, но, наверное, просто положили и забыли. Вот. Но она здесь не должна находиться. Это для игр от Sony. Так, а вот здесь у копии, ну, копии лежала, кстати, вот прям видно по качеству, что здесь это картон. Ну, не картон, но очень плотная бумага. А здесь бумага довольно тонкая. И вот эта карточка, регистрационная Winners Instruction Manual, это регистрационная карточка, которой комплектовались все поздние игры, в том числе и для 32X консоли. Поэтому в данном случае, регистрационная карточка Visions явно дает нам знать, что это не совсем то, что должно быть здесь. Запомните, что у Acclaim обязательно должна быть индивидуальная регистрационная карта с обозначением игры. Откладываем в сторону, смотрим мануалы. Ну, визуально, визуально, мне кажется, особых отличий сразу не увидишь, кроме цвета. Но, опять-таки, мы про цвет ничего не говорим. Он может быть разным. В зависимости от срока жизни того или иного комплекта. Поэтому, так, ну, не вижу никакой разницы. Давайте посмотрим, что внутри. Давайте сразу на скобы глянем. Это тоже важный признак. Вот, наверное, видно, как у оригинала зажатых скобы и как зажаты скобы у копии. Видно, что кустарно зажимались скобы у копии. И видно, что скобы у оригинала зажаты более аккуратно. Что может свидетельствовать о том, что это делалось на каком-то производстве обученным человеком или каким-то специальным устройством. То есть, они зажаты идентично. Вот что левая часть, точнее, что верхняя часть скоб, что нижняя. А здесь как придется. Вот. Вот эти скобы зажаты вот так, по одному, это по-другому. Ну, то есть, как рука легла у человека в момент зажатия, так их и сжали. И качество бумаги. Это глянцевая какая-то бумага. Довольно плотная. Здесь у 32X игр, у них мануальчики довольно-таки простые. Обычная бумага здесь используется. Это в оригинале. Здесь, да, здесь это глянец. Это глянец по плотности, ну, раза в полтора, наверное, плотнее, чем оригинал. Да и вот видно даже по внешнему виду, что оригинал гораздо тоньше, чем копия. Копия распирает, потому что она из глянцевой, более толстой бумаги. Ну, а в принципе, так вот, если смотреть, наверное, на вид, если выложить вот это такое объявление, то и не догадаешься, что это копия, что оригинал, если не подкован в этом. Или увидел низкую цену, кинулся, купил, а в итоге получил вместо оригинала реплику. Причем не самую точную. Перейдем непосредственно к самим картриджам. Внешне, опять вот, если не брать в расчет цвет, яркость желтой этой полосы, то внешне они, в принципе, этикетки ничем не отличаются. Ровно как сами, точнее, равны как и сами картриджи. Похожи они друг на друга довольно сильно. Если мы посмотрим на заднюю часть, то тут уже отличия видны. Во-первых, на оригинале, вот у меня в левой руке, вот здесь, видно, что посередине у нас логотип Sega, и под ним выдавлен квадратный такой кусочек, в то время как вот на реплике выдавлен логотип Acclaim, и под ним круг выдавлен, не квадрат. Вот. И, соответственно, в разделе, где пишутся всякие замечания по поводу чего-то там, здесь видно, что написано Assemble in USA на оригинале, а на копии этой штуки нет. Ну и сами видите, вот копия, она как бы прям, точнее, буду говорить реплика, наверное, правильно говорит реплика. У реплики качество пластика несколько хуже, чем у оригинала. Вот видите, остаются прям влёгкую эти отпечатки пальцев моих, и вот на картинке, наверное, не будет видно, но в руках чувствуется, что пластик среднего качества, поскрипывает, вот, выглядит не совсем опрятно, а у оригинала он там такой монолитный, и качество вот этой штуки вот такое, ну, точнее, видимо, какая-то такая шершавая поверхность здесь, что следы отпечатков не остаются. В общем, в этом плане пластик, конечно, у оригинала лучше, но надо признать, что вот эти вещи, реплика-делы, они отливают самостоятельно, то есть при производстве картриджа на 32X ни один оригинал не страдает, что уже как бы хорошо, но качество отливки пока ещё оставляет желать лучше. С другой стороны, наверное, тоже хорошо, потому что по этому качеству отливки можно определить, что это всё-таки реплика у тебя в руках, а не оригинал. Дальше посмотрим давайте на самое важное, наверное, на то вообще, в принципе, чем можно влёгкую отличить оригинал от копии, от реплики, это плата. Открываем плату и видим плату на 32X оригинал, логотип Sega, наверное, скорее всего, здесь зашифрован в этом чипе, название чипа, зашифрован название игры. В общем, вот так выглядит оригинальная плата для Sega 32X и с таким вот желтоватым отливом площадка контактов. Вот как это выглядит у реплики. Вот у реплики это выглядит таким образом. Я думаю, что каждая реплика, копия каждой игры, там, не знаю, 32X Mortal Kombat, там, Calibri, что они ещё делают, ребята? Это Doom, наверное, всегда выглядит примерно одинаково. Вот. Здесь вот можно прочитать, что написано. А я не так поднёс. Ага. Sega 95, Made in Japan, но что-то мне кажется, что нифига не Made in Japan, а Made in China. Вот. Ну и площадка контактная такая, белая. Вот, с обратной стороны это выглядит вот так. Наверное, заметно, что пайка неаккуратная. Видны всякие потёки. И понятно, что это кустарное производство. И, кстати, вот видно, что эта часть картриджа отливалась тоже не совсем там на какой-то фабрике серьёзные, с серьёзными технологическими штуками. В общем, видно, что качество здесь далеко от такого-то заводского. Видите, да? В общем, вот так, в принципе, можно понять, что перед вами реплика. Старайтесь оценивать всё-таки все параметры и запрашивать у продавца, который выставляет там на Авито или ещё где-то такие вещи. Максимальное количество фотографий, чтобы понять, в чём... Понять, точнее, что перед вами находится, реплика или оригинал. Ну и давайте сравним ещё реплику и оригинал игры Aladin для Sega Genesis. Слева опять у меня оригинальная версия, справа реплика, выполненная уже другой группой. Как мне показалось, они делают реплики для Genesis более такими... более похожими на оригинал, чем те, которые занимаются производством картриджа для Sega 32X. У них всё-таки реплики для Genesis, но похуже качество, и по ним можно, в принципе, сразу отличить, по ним сразу можно понять, что это перед вами реплика, а не оригинал. В данном случае понять будет сложнее, и вот давайте как раз-таки этот вариант реплики мы и сравним с оригиналом. Внешне, вот внешне, если смотреть, всё-таки, наверное, копирование игры на Genesis гораздо проще, вот, и внешне признаков того, что перед вами копия, реплика, как угодно называйте, внешне признаков фактически нет. Вот я, по крайней мере, не вижу. Всё выполнено очень-очень точно. Единственное, что при... Когда берёшь в руку, в руки берёшь этот картридж, ты чувствуешь, что он... Вот видите, тут видно, что обложка, она такая с ямочками, такая рельефная, вот, а у этой обложки такого рельефа нету, у самой пластиковой этой штуки. Вот, но это не признак, потому что коробки могут заменяться, как при продаже, как, так, там, не знаю, при покупке на ebay. В общем, коробка сама по себе как бы не признак, и вам попасться может что угодно, вот. Поэтому на это не стоит слишком сильно обращать внимание. Лучше всё-таки перейти к просмотру того, что находится внутри. Здесь уже видно, видно, что качество печати, у реплики слишком сильно барщит, наверное, с насыщенностью, и видно, что какие-то не совсем естественные цвета. Но это, наверное, мои придирки, и по такому признаку тоже не отличишь. Вот, но что я замечаю, это то, что глянцевость, глянцевость копии, но вот прям видно, как сильно выделяется на... Блин, нет, вот я сейчас смотрю на камеру, я вижу, что разницы особо нет, но в руках, поверьте, реплика ощущается по-другому, она прям гладкая-гладкая, а здесь такая шершавая. Вот, но внутри... Внутри. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот видно, что, как и в прошлом мануале, посвящённому Mortal Kombat 32... На длина 32X, Mortal Kombat 2, видно, что и чувствуется, что это тоже глянец. Странички глянцевые. Вот, в оригинале, в оригинале, это обычная бумага. Никакого глянца здесь нет и в фамини. Ну и также давайте сравним скобы. Очень важный признак. Вот у меня здесь оригинал, и вот как сделано у копии. Видно, что оригинал сжимали опять. Либо это был профессиональный человек, который занимается этим ежедневно и сжимает на заводе, либо это делала техника, и у неё что верхняя скоба, то нижняя, в принципе, сжата одинаково. А здесь... Тоже похоже, что одинаково сжаты, но видно, что... Чё-таки они не... на заводе сделаны. Так. Ну вот, задняя сторона прям... Вот в руках, ребята, отвечаю. Блестит, как будто это какой-то скотч. Вот честно. Блестит и чувствуется так, как будто это реально какой-то скотч. Оригинальный мануал, он так не блестит, и качество бумаги совсем другое. Отложим давайте их в сторону и посмотрим... Наверное, сначала не на картриджи, а на обложке. Давайте глянем, потому что... Может быть, по обложке какие-то ещё могут быть различия. Так, я достану сейчас. Ну, во-первых, она выполнена на мелованной бумаге. Обложка репродукции. Абсолютно белая сторона. И опять такой же вот блестящий глянец, как и у бумаги, которая использовалась для поверхности мануала. У оригинала тоже глянец, но он не такой. К сожалению, не могу вам передать это словами, как и можно различить. Но видно, что снутри бумага не такая белая. Вот можно сравнить. Я повидал этих игр на Genesis порядка много, сотен, там, не знаю, тысячи. Я никогда не видел у оригинала вот такой белизны с внутренней стороны. И вот она, кстати, бумага изнутри, вот что на мануале, на верхней части, на обложке, вот здесь. Что здесь? Это какая-то обычная бумага. Это не глянцевая. То есть она глянцевая только снаружи. Внутри она как будто бы обычная бумага. А здесь? Что здесь глянец? Ну что здесь, естественно, глянец? Также на оригинальном мануале. Здесь глянец, внутри и сверху глянец. А здесь на копии, на реплике глянец, но внутри как будто бы обычная бумага. Так что вот этот признак, по которому можно эти штуки различить. Давайте уберем все со стола и посмотрим повнимательнее на сами картриджи. Итак, сравниваем теперь непосредственно сами картриджи. Лицевая сторона, лицевая часть, обложка, наклейка, она в принципе идентична, что там, что там. Сравнить особо нечего. Да, тут качество у реплики явно выше, чем у копии. Но на это обращать внимание не стоит. Я думаю, что может попасться по-всякому. Если какая-нибудь новая игра вам вдруг попадется на ebay, то я думаю, что и наклейка может быть ярче, чем вот есть у меня сейчас. Поэтому на это мы не ориентируемся. Просто рассмотрим, какие-то есть, может быть, отличия по расположению элементов. Но я вот их не вижу здесь. А на обратной стороне копия, видно, что довольно точно повторяет оригинал. Вот надпись такая же Sega. Вот, Made in Japan. Да, немного другой шрифт у надписи с патентами. Я не уверен, что на других картриджах той же Sega не мог использоваться подобный шрифт. Но хотя, вот видите, вот в оригинале все-таки надпись под цветом, она лучше читается. Я провожу, видно, что как это все выглядит. И здесь, здесь она как-то более мелко, что ли, написано. Вот. Но, наверное, все-таки это не тот признак, по которому стоит прям визуально вы... Точнее, не тот признак, по которому вы сможете на на ebay или на yahoo или на авито посмотреть и понять, что перед вами. Оригинал или реплика. А теперь давайте посмотрим, что внутри. Что у этих платок. как они выглядят, эти платки. Вот. И... И что мы видим? Мы видим, что оригинальная платка выглядит вот так. На ней написано Sega. На самой микросхеме написано Sega. И в верхней части платки тоже можно увидеть надпись Sega и Made in Japan и год производства. вот. Ну и сама контактная дорожка она такого желтоватого цвета. Обратная сторона выглядит вот так. смотрим на реплику. На реплике чип с логотипом MX. Возможно, в каких-то играх на Sega такое тоже использовалось. Я не уверен, вот, что это прям сразу можно сказать, что это реплика. Но все-таки Sega должно было бы где-то написано либо на платье, либо на чипе. Здесь нет Sega нигде. контактная дорожка желтая, но не такая желтая, как здесь. Вы на видео, скорее всего, это не поймете, но визуально это видно. Так, и обратная сторона. Обратная сторона вот в отличие от предыдущей игры, которую я показывал вам в Mortal Kombat 2 на 32X, здесь все выполнено очень-очень аккуратно и прям такие вот сразу не поймешь, на заводе это было сделано или вручную. И на каком заводе, если это было сделано на заводе. В общем, довольно-довольно очень точно выполнена копия. Прям вот, если бы не отсутствие надписи Sega, можно было бы и запутаться оригинал это или реплика. В принципе, наверное, по Aladino это все. Все, что я хотел сказать. Будьте внимательны, когда будете выбирать, точнее покупать на авито подобные игры. Смотрите на состояние мануала, смотрите на то, какая бумага используется и старайтесь запрашивать фотографии и платок. Это важно. Ну что, друзья, после такого подробного сравнения, я думаю, что вы понимаете, почему я решил поднять эту проблему, почему решил осветить этот вопрос. На самом деле копирование, создание реплик ничего под собой плохого не имеет. В принципе, нормальная практика и многие, я думаю, те, кто не может позволить себе оригинал, рады тому, что есть такие реплики. С другой стороны, если те, кто делает эти реплики, гонятся за полным копированием, с другой стороны, эти люди увеличивают массу подделок на электронных площадках. Да, как вы поняли, вот вживую отличить копию сейчас от оригинала довольно просто. Все это прям бросается в глаза, ну если ты имел дело с оригиналом, конечно. Это все бросается в глаза, и ты на раз выкупаешь, в чем разница, и отсекаешь хорошее от плохого. Но если ты покупаешь эту игру через Авито, я буду говорить только про Авито, потому что на Эбэе, конечно, там важен рейтинг, я думаю, что вряд ли кто-то там будет заниматься продажей подделок. Давайте говорить про нашу площадку, про Авито, про ВК, про какие-то форумы типа ГБХ. Вот если ты продаешь это на электронной площадке, и у тебя есть только фотографии, там коробки, мануала, картриджа внешние, да, фотографии снаружи всего этого, то в принципе по фотографиям, если они еще сделаны не на очень хорошую технику, без там должного освещения, то скорее всего ты даже не поймешь, не заподозришь, что это какая-то подделка, ты просто увидишь, о, смотрю, точнее, о, вижу, что игра в хорошем виде, все подходит, как и должно быть, отличная цена, беру, ты платишь деньги, а в итоге получаешь подделку за достаточно приличную сумму. Mortal Kombat 2 наверное стоит сейчас баксов 80, может быть 100 на eBay, ну в России наверное эта цена будет колебаться там в районе может быть 8-9 тысяч рублей, а подделка стоит, вот я купил эту подделку, не подделку, хорошо, реплику, я взял эту реплику в силде за 4 тысячи рублей, вот, и поэтому даже если человек будет покупать за 4 тысячи, продавать за 9, он будет иметь навар 5 тысяч рублей с каждой копией, конечно, ему это интересно, вот, если он будет продавать эту силдовую, как силдовую, так он может еще больше заработать, потому что понятно, что силдовая копия стоит на порядок дороже, и ее на порядок сложнее отличить от от оригинала, потому что у тебя из-за возможных инструментов оценки только вот то, что ты видишь под пленкой, ты не можешь проникнуть внутрь, посмотреть, что там с картриджем, что это за картридж, какие там инсерты внутри этого комплекта, поэтому здесь, конечно, вообще очень сложная ситуация, и я хотел бы в данном ролике, в конце этого ролика обратиться к тем создателям реплик, которые занимаются вот этой работой. Я знаю, что существуют люди, которые делают реплики, помечая, что это реплика. Я видел у одного из своих знакомых игру, по-моему, на Super Nintendo, на которой, вот на прямой этикетке, было в уголочке помечено заранее, там, видимо, когда разрабатывалась стикетка, было помечено, что это реплика. Вот, и тем самым ты сразу понимаешь, что перед тобой, ну, просто копия, да, вот она хорошо сделана, но вот это копия. Я хотел бы обратиться к тем авторам, тем мастерам, которые производят эти реплики. Вот эта реплика была куплена в группе в группе Реплика World, они занимаются производством вот как раз игр для 32X, у них есть там в продаже Mortal Kombat 2, есть Calibri, тоже довольно дорогая игра, по-моему, есть Doom, вот, ну и какие-то реплики для Sega Genesis. Вот, ребята, из реплики World, пожалуйста, каким-то образом помечайте, что это у вас в продаже, точнее, что вы это делаете, помечайте, что вы делаете реплику на лицевой части и на задней, без разницы, на коробке, на мануале и на картридже, потому что, ну, хорошо, вы добросовестно продаете и говорите, что это реплика, ну, у вас могут купить эту игру и продавать ее и выдавать ее за оригинал. Вот, выставить, например, на том же Ebay, да, вот выставить как силдовый Mortal Kombat 2, 32X, там, за 200, за 250, может быть, 300 долларов и кого-то обмануть, да, пускай там у них будет проблема с рейтингом, но они заработают хорошие деньги на этом, поэтому я бы вам советовал, ну, для чистоты, для чистоты совести помечать все ваши релизы. Вот, вторая реплика Aladdin куплена была в группе Sega Games, реплика, насколько я помню, в этой группе админ и мастер это Владимир, молодой человек, мужчина по имени Владимир, вы можете знать его по роликам Саши Правдина, роликам ленивый анбоксинг, довольно часто к нему от этого Владимира приезжают эти реплики. Вот, хорошо делает, очень хорошо, на самом деле, прям просто великолепно, с учетом того, что и мануал в комплекте есть, и картридж, и картридж не какой-то там вот взятый с Алиэкспресса, коробочка я имею ввиду, сам корпус картриджа не какой-то с Алиэкспресса взятый, а довольно-таки точно сделанная копия оригинального. И вот, Владимир, тоже обращаюсь к тебе, помечай, пожалуйста, свои реплики каким-то образом, потому что, ну, их еще труднее, чем вот Mortal Kombat 2 отличить от оригинала, не зная, никогда не щупая оригинал, запутаться очень легко, вот. Причем, ты продаешь их по цене примерно такой же, как и... Сейчас можно купить оригинальную, бэушную копию за полторы тысячи рублей, там, плюс-минус, да, Аладина, если про него говорить, то и твою тоже копию, твоя копия тоже продается за полторы тысячи рублей. Вот. И мне кажется, это очень важно, потому что нечестных людей полно, и подобным товаром очень легко их совратить на обман довольно неопытных коллекционеров, вот, и распространить тем самым и нехорошее отношение вообще к репликам и распространить сами реплики в... под видом оригиналов. Поэтому я очень, очень бы хотел, чтобы вы как-то их помечали. Вы, мои дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете, как вы оцениваете реплики, как вы к ним относитесь и считаете ли вы нужным помечать их особым образом, чтобы их можно было видеть издалека. Я на этом прощаюсь с вами, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok